Жители города Малый Ярославца В предвкушении скорее бы началась битва Во-первых, она бескровная И войска очень колоритные Особенно на фоне пятиэтажек и машин Вот забавный момент Французский солдат снимает часы с руки Не идут они к форме 19 века Мы еще, можно сказать, в современности Когда выйдем на поле, когда начнут рваться взрывы Стрелять мушкеты, пушки, кавалерия заскачет Когда начнут кричать Вивля-Импьер, ура Там уже полное погружение Психологически переходишь в это состояние То есть сейчас в каком году? В 1812 В 1812 здесь под Малоярославцем Сошлись русские и французские войска 20 тысяч человек Наполеон из сожженной Москвы рвался в сторону Украины Там тепло и сытно, а ему не дали Эти события и воссоздают реконструкторы Игра в солдатики Только для повзрослевших мальчиков Волнительный момент Вхождения в историю, он остается То есть он здесь внутри И ты же понимаешь, что ты прикасаешься к истории Это, кстати, Кутузов В жизни-то Тимофеев, директор медпредприятия А в битве под Малоярославцем Главнокомандующий русской армии Но позвольте, почему тогда без черной повязки на правом глазу? Кутузов повязку действительно не носил Потому что глаз его хоть плохо, но видел Если человек здоровый, как врач говорил, да Оденет повязку, так вечером голова заболит Точность даже в мелочах Суть исторической реконструкции Оружие, форма, все как в ту эпоху Те же ткани, тот же фасон, сшито вручную Машинный шов, мавитон Особый шик не просто скопировать учебник истории А воссоздать реальную жизнь Этот капитан Минского пехотного полка По уставу должен бы носить кивер Но боевые офицеры позволяли себе модные шляпы Когда увидят шляпи, сразу кричат, показывают пальцем Наполеон, Наполеон Приходится объяснять, Наполеон это не значит шляпа Это просто элемент одежды Наполеона почему-то на поле брани не было Сейчас, а в 1812-м под Малоярославцем Император едва не попал в плен Если честно, русские казаки прошляпили В горячке боя пронеслись мимо Для зрителей это словно захватывающий Исторический фильм только с эффектом присутствия С раскатистыми залпами С запахом пороха и звоном сабель Как рассказывают историки Их, кстати, достаточно среди реконструкторов Для участников тех событий В 1812-м году Это была очень персональная битва Потому что за родину И потому что глаза в глаза Солдат учили Стреляй, когда четко видишь лицо неприятеля Это какие-то 30-40 метров Такова была убойная сила оружия Наполеоновские войны Это последняя эпоха Рыцевских войн Было совершенно невозможно Офицеру, скажем так Наклонить голову под выстрелом пушки Потому что это считалось позор Несмываемым позором Сражение под Малоярославцем Длилось сутки Город 8 раз переходил из рук в руки В итоге французы Отступили в сторону Смоленска Туда, где сами Выжгли и разграбили все, что могли Голод, мороз Армия Наполеона терпит поражение А там уже и закат империи Реконструкторы рассказали эту историю Зрителям за час Получилось здорово Все патроны расстреляли Все было отлично Организация замечательная Пушка бабахнула прямо над ухом И не успел рот вовремя открыть Да ничего, через пару дней Контроль пройдет Школостой заряд Обе армии еще долго фотографировались Показывали зрителям свое оружие Это в 1812-м войска Во время боев сожгли Малоярославец Сейчас они его просто покорили Александр Евстигнев, Сергей Леонтьев, Дмитрий Кучерявец, Мария Емельянова Первый канал, Калужская область Субтитры сделал DimaTorzok